Всем привет, меня зовут Азамат, я челюстно-лицевой хирург, который любит смотреть кулачные бои. И вот я посмотрел очередной выпуск Hardcore Fighting Championship, и тут были интересные травмы, есть что посмотреть и покомментировать. Давайте посмотрим. Так, вот смотрим бой, тут бойцы по прозвищу Мотиватор и Ези дерутся. Захара очень крепкий, плотный удар, это мы знаем, мы сильные, мне кажется. Оп, серия ударов от Езида, и Мотиватор падает. Встает, ему отсчитывают, хотя нокдауна не было, как здесь даже кто-то кричит, что нокдауна не было. Надеюсь, Захар дыхает. И вот, перелом челюсти. И вот боец показывает, что у него что-то не то с челюстью. Так, смотрим, подходит доктор, пальпирует челюсть. Где? Вот так, сверху здесь. Возьмешь там или нет? А? Не, 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 не. Вот сюда было. Женька, подпишись? Надеюсь, ничего. Ты можешь продолжать боксировать? Я могу, да. Боксируй. Вы просто? Очень интересный момент. Очень. Сам спортсмен, в нашем случае уже пациент, говорит, что у него что-то не то с челюстью. И он уже сам заподозрил, что у него есть перелом. Доктор пальпирует, не заподозрив, что у него есть перелом челюсти, не заподозрив, иначе бы она не предложила ему продолжать бой. Ничего там не обнаружила и сказала, будешь продолжать? Он, естественно, у него адреналин, бравада, он говорит, буду она. Ну, продолжай. Если честно, я здесь очень удивлен, потому что, ну, как минимум, заподозрить перелом челюсти доктор должен был, обязан просто. И в данном случае доктор должен был остановить бой, а она разрешила продолжить. Давайте посмотрим дальше. Ты хочешь продолжать бой? Больно? Не надо. Ты хочешь? Да, сверху. И вот что мне интересно, здесь рефери более грамотные, чем медики на этих соревнованиях. Даже рефери сам сказал, ты точно, ты уверен, может быть, не рисковать. И вот, и то рефери, не будучи врачом, медиком, он заподозрил, что здесь серьезная травма. И вот пациент показывает. Что ты думаешь? Я думаю, не надо. Я съехал, я понял, что я... Точно съехал? Да, да. Не. Я не чувствую, что я упрекала! Пациент показывает, он рассказывает типичные жалобы, нарушение прикуса, он говорит, челюсть съехала. У него кровь, видно на губах, это кровь в результате разрыва слизистой десны, которая случается при переломе челюсти в пределах зубного ряда. И это типичные признаки. И что интересно, спортсмен показывает, что удар был сюда, на подбородок, и болит у него в области слева, в области сустава. Это типичный классический вариант, когда удар происходит в подбородок, ломается подбородок и суставной отросток. Давайте посмотрим повторы. Вот этот удар. Сейчас попробуем поймать в замедленном. Оп, вот подбородок. Четко было видно. Да, я... И вот сам спортсмен рассказывает. На самом деле я чувствую, что у меня не закрывается тут рот, я ломал уже челюсть, я знаю, что это такое. Сейчас просмотримся по медицине. До этого за дня 3-4 там я оставил спарринг, чуть-чуть она была выбита. Думал, ну максимально не получить, пропустил, не могу закрыть рот. То, что он говорит, что челюсть была выбита, скорее всего, был небольшой удар и по типу ушиба сустава, но не перелом, иначе бы он сразу понял. Но спортсмен уже опытный, знает признаки перелома челюсти, в отличие от спортивного доктора. Теперь давайте рассмотрим следующий эпизод. Что вам устроит? Обец приблизительно у них один. О, вот. Посмотрим еще замедленно. Удар был по грудной клетке, по грудной клетке, область подмышки. Резкая боль. Интересно, будет ли в ту же область? Потом спортсмен еще в течение раунда, ему эта боль будет мешать. Давайте посмотрим замедленно повторю. Вот здесь хорошо видно. Удар. Оп. Подмышку пришел, вот он, и резкая боль. Дальше сам спортсмен рассказывает, что у него была резкая боль, и вот по его голосу слышно, что ему трудно дышать. Что это может быть? Либо это ушиб грудной клетки, либо это перелом ребра. Какая диагностика? Ну, просто попальпировать не всегда получается. Определить лучше, для того, чтобы определить, есть ли перелом ребер, лучше надавить на грудную клетку. С двух сторон, с боков, и спереди, и сзади. Это осевая нагрузка. Тогда, если есть перелом, то будет резкая боль в области перелома. Какая диагностика? Рентген или КТ? Рентген не всегда может показать перелом ребра, потому что на рентгене ребра наслаиваются друг на друга, и не всегда можно увидеть. Что интересно, если есть перелом, и его не видно на рентгене сразу, то через неделю-две его может быть видно лучше, потому что вместо перелома, там кость чуть резервируется, рассасывается, и линия перелома становится шире, на рентгене лучше видна. Ну, а вообще на сегодня для диагностики перелома ребер лучше использовать компьютерную томографию, КТ грудной клетки. Почему это важно? Потому что часто перелом, ну не часто, но иногда перелом ребер может сопровождаться повреждением плевры. Это, ну, простым языком, оболочка легкого. И если есть повреждение плевры, то может возникнуть пневмоторакс. То есть, когда в плевральную полость, это маленькая такая полость, маленькая щель вокруг легких, попадает воздух, который сдавливает легкое. И легкое не функционирует, это опасное осложнение, и поэтому компьютерная томография может выявить и перелом, и осложнение в виде пневмоторакса. Давайте посмотрим, как действует врач. Так, ну нет, это подножие туда попало. Все, с первого раунда, все тяжко. Доктор подходит с обезболиванием в виде охлаждения. Интересно, а почему, когда попадают в челюсть, не используют этот спрей охлаждающий? Здесь где-то больно? Ну, так, конечно, диагноз не определишь. На самом деле, если есть ушиб или если есть перелом ребра без осложнения, без пневмоторакса, то, в принципе, лечение особого какого-то не требуется, кроме отбезболивающих препаратов. Гипс на грудную клетку не накладывают, операцию не делают, если осложнений нет. Здесь нужно только время и обезболивание первые дни. Причем покой, то есть физические нагрузки, которые будут действовать на грудную клетку, нужно исключать, иначе перелом не заживет и может возникнуть ложный сустав. То есть место перелома не срастется, там будет постоянная подвижность, хрящ, образуется такой, так называемый, ложный сустав. Поэтому при переломе ребер нужен покой, нужно ограничить физические нагрузки, тренировки вплоть до нескольких месяцев. На этом все. Если кому-то было интересно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok